Бердск – участок повышенного травматизма на железной дороге. Именно поэтому одним из остановочных пунктов автопробега Новосибирск-Барнаул стал Бердский вокзал. Каковы цели автопробега узнавал у его участников Аркадий Ефимович. 2019 год на Западно-Сибирской железной дороге объявлен годом профилактики непроизводственного травматизма, предотвращения травмирования граждан на железнодорожных путях. Управлением Западно-Сибирской железной дороги организован автопробег Новосибирск-Барнаул. Цель данной акции, по словам ее организаторов, разъяснительная работа с населением. Маршрут мы выбрали не просто так. Мы охватываем большинство опасных участков, где больше всего страдает у нас людей. Как правило, в последнее время у нас люди травмировались, потому что идут в капюшонах, идут в наушниках, абсолютно не смотрят на проходящие поезда и попадают прямо под колеса. То есть хотим бороться с этой печальной статистикой. Автопробег проводится при участии представителей Следственного комитета и транспортной полиции, которые отмечают, что в последние годы статистика показывает высокий уровень происшествий на железной дороге. Большинство этих инцидентов имеет весьма печальный конец. В настоящее время мы наблюдаем рост непроизводственного травматизма на железной дороге, рост детского непроизводственного травматизма на железной дороге, различные негативные явления зацепинг, трейнсерфинг, руфинг. Это когда люди катаются на внешних частях поездов. Можно выделить причины собственная невнимательность, торопливость граждан. Ну и мы не скрываем того, что многие люди просто пренебрегают правилами перехода через железнодорожные пути. Ну, так скажем, правовой нигилизм. Представитель Следственного управления подчеркивает, что на Западно-Сибирской железной дороге очень много мест, имеющих статус опасных. И все это только в силу несознательности отдельных граждан, которых не смущают предусмотренные законодательством достаточно серьезные административные наказания. Там, где железная дорога проходит через населенный пункт, там практически везде мы имеем два и более травмирования за год. Поэтому Берск тоже можно отнести к повышенным травмоопасным участкам. И сегодняшний автопробег у нас именно по вот этим точкам высокого травмирования. По прибытии на железнодорожный вокзал нашего города, участники автопробега в первую очередь на перроне в местах посадки на поезда нанесли соответствующие надписи, предупреждающие особо распространенные нарушения. Например, сними наушники. С присутствующими на вокзале гражданами проводилась беседа. Всем вручали листовки, которые, кстати, имеют новый формат наглядной агитации. На них, кроме обычной информации, нанесен QR-код. В первую очередь нацелены на молодежь, на детей, на подростков. Здесь, имея смартфон, мы можем зайти по приложению, где увидим видеофильмы детские, обучающие правила о поведении на железнодорожном транспорте, а также раскраски, которые можно распечатать и дать детям. Здесь все касается тематика железной дороги. Постоянно обновляется информация. То есть мы периодически заливаем новые фильмы, сюжеты, ролики. Тем самым показываем о проблемах железнодорожного транспорта, что здесь у нас часто сбивают людей, чтобы привлекаем внимание. Такая акция проводится на железной дороге впервые. И ее организаторы очень надеются на эффективность данного мероприятия. Конечно, это все необходимо, чтобы люди знали, как пользоваться путями, переходами. Это очень хорошие вещи вы делаете. Как сообщили представители управления Западно-Сибирской железной дороги, следующую такую акцию планируется провести в сентябре, так как с началом учебного года количество пользователей железной дороги значительно возрастет.